Здравствуйте, уважаемые друзья! По предмету социология и политология я вам предлагаю лекцию номер 10, которая называется «Политика в системе общественной жизни. Политическая власть. Сущность и механизм осуществления». Немножечко такая поправка. Да, предыдущая лекция, которая называлась «Основные этапы становления и развития политической науки», это была лекция номер 9. Я по ошибке сказал, что она 10. А вот сейчас 10 лекция – это «Политика и политическая власть». В рамках данной лекции предлагается план, который состоит из шести важных вопросов. Первый вопрос – это политика, политические отношения и политический процесс. Структура, содержание и сущность политики. Второй вопрос – это понятие политической власти, сущность и процессы ее реализации. Третий вопрос – структура властного отношения. Четвертый вопрос – ресурсы, основания и функции власти. Пятый вопрос – основные концепции политической власти. И, наконец, шестой, последний вопрос – легитимность и легитимация власти. Позвольте перейти непосредственно к лекции. Ну, вообще, важными понятиями политологии, как я уже говорил, являются такие, как политика и власть, которые неразрывно связаны друг с другом. И так касаемо политики. Разные авторы в разные времена по-своему видели предназначение политики. Например, Макс Вебер писал, «Политика – это стремление к участию во власти или оказанию влияния на власть, будь то внутри государства или между государствами». Например, Владимир Ильич Ленин дал свое понимание политике как области отношений между классами общества, основанных на господстве одного класса над ресурсами. Шпенглер под политикой в высшем смысле понимал жизнь. Другой следователь Бирс политику ассоциировал как борьбу интересов, маскирующихся под борьбу принципов во имя личной выгоды. Поэтому мы видим разнообразные трактовки политики. В политологии выделяют три основные группы определений политики. Первое – это социологические. Они характеризуют политику через другие общественные явления, такие как экономику, право, мораль, культуру. Второе – это субстанциональные, ориентирующиеся на раскрытие первоосновой политики. И третье – это научно сконструированные, которые раскрывают ее деятельностный характер. Вообще политика – это слово греческого происхождения и означает «государственные дела». А в целом, в современном понимании, политика – это действия, прежде всего, направленные на власть, ее обретение, удержание и использование. Суть политики, в принципе, – это подавление сильными и слабых. Ну и каковы же характерные черты политики? Первое – это властный характер, то есть способность принуждать. Второе – это связь частного и общего, интереса личности и интереса социальной целостности. Третье – политика, она прежде всего связана с решением проблем существования и функционирования государства, как социального института. И четвертое – связь с действиями и интересами больших масс людей. В политологии также и есть такое понятие, как «субъекты политики». К субъектам политики это относятся индивиды, социальные группы, слои, организации, участвующие в процессе реализации государственной власти. Иногда еще есть такое понятие «объект» и «субъект». Субъект – это носитель политики, а объект – это на кого направлены воздействия политики. Например, правитель – это может быть субъект, а народ – это объект. Ну и последнее в этом вопросе – политические отношения. Что означает? Это отношения, распределения и использования государственной власти на основе политических интересов, а также целей, установок и ценностных ориентаций. Это политические отношения. Переходим ко второму вопросу – понятие политической власти. Как я уже говорил, власть – также центральное понятие в политологии. Существует целая наука о власти, которая называется кратология. С греческого «кратус» означает «власть». Большинство, конечно, политологов сходятся во мнении о том, что власть присуща, в принципе, всем, всему человеческому сообществу. В принципе, это так и есть. Даже если посмотреть на глубокую историю, в обществе всегда были такие люди, которые были устремлены командовать над кем-то, кого-то подчинять, проявлять свои какие-то лидерские качества и так далее. Что же такое политическая власть? Политическая власть – это способность проводить свою политику, точнее, проводить свою волю в политике и в правовых нормах, несмотря на сопротивление. Теперь давайте вкратце рассмотрим процесс властвования. В отношении власти выделяют два аспекта – это конфликтный и целевой. Ну, конфликтный аспект, он подразумевает, ассоциируется, точнее, с такими явлениями, как принуждение, насилие, диктат. Вот, это конфликтный аспект власти. То есть, господство, подчинение, по такой форме для происходит действие. Вот, а целевой же аспект, он обусловлен целостностью социальных общностей. То есть, власть для всех. Имеется в виду, это способность выполнять определенные функции в пользу всей социальной системы. И вот, кстати, вот этот аспект, он в наше время, он широко реализует себя. Так, ну и в завершении этого вопроса хочу сказать, что существует три аспекта политической власти. Первый – это директивный. То есть, власть понимается, как господство. Приказ подчинения, о чем я говорил, да? Второй – это функциональный. Здесь власть рассматривается, как способность реализации функции общественного управления. И, наконец, коммуникативный аспект. Механизмы реализации власти осуществляется через общение, через определенный язык, который принят обеими сторонами властных отношений. Переходим к третьему вопросу – структура властного отношения. Как писал польский политолог Вятер, для возникновения власти необходимо следующее условие. Это наличие субъекта и объекта власти, то есть, властвующего и подчиненного, да? Далее – это приказ, подчинение, а также нормы и правила, в рамках которых действуют властвующие и подчиненные. Поэтому власть – это, можно сказать, двусторонние отношения, включающие как объект, так и субъект. Субъект власти может быть как индивидуальным, так и коллективным. Далее. Властное отношение возникает лишь только тогда, когда приказ встречает подчинение. Вот. Но причины подчинения властным приказам, они многообразны. Это же может быть страх перед санкциями, привычка, традиция, авторитет власти, убеждение, рационально понятый интерес и так далее. Ну и если мы говорим о государственной власти, то она обладает четкими признаками. Это суверенитет, территория, население, ряд монополий, например, на издание законов, на принуждение, на сбор налогов. Вот. При этих условиях власть, она действующая. Ну и государственная власть обладает также такими отличительными чертами, как первое – это суверенитет власти, то есть она является, эта власть, независимой и неделимой, да? Авторитет власти, то есть общепризнанное в данной стране влияние во всех сферах общественной жизни. То есть власть принимает указы, какие-то постановления, распоряжения, и они должны исполняться, да? Третье – это наличие воли, то есть субъект власти должен иметь не только цели, задачи, программы, но и последовательно добиваться их исполнения. Ну и четвертое – возможность использования насилия. Это судебная власть, тюрьмы, полиция. Вот. Переходим к освещению четвертого вопроса – ресурсы, основания и функции власти. Итак, что же из себя представляет основание власти? Основание – это база власти, источники, на которые опирается властная воля. Причины подчинения, принятия власти – это основания. А ресурсы – это реальные и потенциальные средства, которые используют для укрепления оснований власти. Но основания власти, они делятся на две группы, такие как личностные – это ум, физическая сила, красота, обаяние и институциональные. Сюда относятся материально-экономические, правовые, административно-силовые, ролевые, культурно-информационные, демографические условия и так далее. Вот. Ну, конечно, осуществление власти происходит при помощи специального механизма. это происходит в рамках отношений командования и подчинения, да? Вот. И в рамках этого происходит процесс управления. И замыкается цепочку всю эту, контроль за соблюдением законов, норм, правил в обществе. То есть, с помощью контроля государство получает информацию о последствиях своих управленческих решений, чтобы откорректировать политику. Вот. Таким образом, цель власти состоит в том, чтобы посредством прямого или коственного воздействия на людей противодействовать деструктивным тенденциям к кризису, упадку, а также стремиться к стабильности общества, способствовать его развитию. Поэтому, вот, в наше время зачастую, когда происходит какой-то государственный переворот, действующую власть свергают, и новая власть, она уже не в состоянии вот эту стабильность поддержать. Поэтому, некоторые государства уходят в кризис, упадок и так далее. Поэтому, властвовать значит налагать свою волю на волю других. То есть, власть это, по сути, реальная способность тех или иных социальных групп или личностей осуществлять свою волю по отношению к другим социальным силам или личностям. Четвертый вопрос я закончил. Переходим к пятому вопросу. Основные концепции политической власти. Ну, в политологии выделяют несколько концепций власти. Ну, например, первое, это реляционные концепции власти. Данные концепции трактуют власть как межличностное, межгрупповое отношение. Вот, как говорил Макс Вебер, да, власть это вероятность волевого преобразования социальных отношений с субъектом вопреки сопротивлению и независимо от того, на чем основана эта вероятность. То есть, власть у Макса Вебера это отношение господства и подчинения, о чем мы раньше и вам рассказывали. Следующая это поведенческая трактовка власти. Здесь в основном ее, значит, авторами были американские ученые. Здесь властные отношения лежат в природе самого человека, относятся к его естественным свойствам. таким образом человек, будучи, как они говорили, властолюбивым животным, стремится и часто даже не осознанно к власти. Следующая концепция власти называется системная концепция власти. Она исходит из производительности власти не от индивидуальных отношений, а от социальной системы. То есть, рассматривает власть как безличное свойство системы, ее атрибут. Автор этой концепции является знаменитый социолог Парсонс. Следующая это структурно-функционалистская концепция власти. Ее авторы были Алмант Роджерс. Эта концепция рассматривает власть как способ самоорганизации человеческой общности, основанной на целесообразности разделения функций управления и исполнения. еще один подход к власти это коммуникативный подход. Власть здесь рассматривается не столько как способность действовать самому, сколько воздействовать с другими людьми. Это были авторы Гидденс, Фуко, Хабермас и другие. Ну и марксистская теория они уже частично упоминали, да, феномен власти здесь рассматривается через призму классовой борьбы. Власть выступает как организованное насилие одного класса для подавления другого. Ну также можно в завершении упомянуть психоанализ власти, да, психоанализ власти, он показывает генезис властных отношений в связи с особыми установками человеческой психики в ее бессознательных аспектах. Ну здесь конечно связано с учением Зигмута Фрейда данная концепция. Ну и наконец переходим к последнему вопросу нашей лекции, которая называется легитимность и легитимация власти. Очень часто вы этот термин слышите с экранов телевидения, но возможно не совсем понимаете. Вообще этот термин он возник в 19 веке во Франции и означал законно установленную власть в отличие от насильственно захваченной. То есть зачастую бывает такое что какие-то происходят выборы в стране но они подтасованы поэтому некоторые страны говорят мы не признаем выборы данная власть нелегитимна либо какие-то силы могут прийти к власти в ходе революции поэтому тоже отдельные страны говорят это нелегитимная власть легитимность также означает форму поддержки и оправдания власти это определенный исторически сложившийся порядок достижения согласия между властными структурами и общества поэтому легитимность власти это юридическое бытие власти легитимность это также доверие и оправдание власти утверждение правомерности существования данных социальных аполитических институтов признание справедливости интересов и целей возбегаемых ими то есть это политическое признание законности правления да ну конечно знаменитым исследователем этого феномена был Макс Вебер вот ну и здесь Вебер выделял несколько типов легитимности традиционная харизматическая легальная и так далее таким образом мы с вами сегодня выявили вопросы политики что она себя представляет структура политики что такое политическая власть ее сущности механизмы осуществления ну и в завершении лекции позвольте я озвучу вопросы для закрепления итак первый вопрос что означает понятие политики с научной точки зрения и в чем состоят ее характерные черты каковы основные функции политики второй вопрос что такое политическая власть в чем состоят особенности ее реализации третий третий охарактеризуйте структуру властного отношения третий вопрос четвертый что в политологии относят к ресурсам власти и каковы основные функции власти пятый вопрос дайте характеристику основным концепциям политической власти ну и завершающий шестой вопрос что такое легитимность и каковы пути осуществления легитимации власти лекция закончена спасибо за внимание